Игорь Лифанова знает, благодаря его многочисленным ролям в российских телесериалах, актер обладает очень колоритной внешностью, поэтому всю жизнь воплощает на экране различных спецназовцев, полицейских или опасных преступников. Но о том, какой Игорь Лифанов за кадром, массовая публика не знает, так как брутальный герой боевиков редко общается с прессой. В отличие от многих своих коллег, Игорь Лифанов не мечтал об актерской карьере с детства. Выбрать профессию ему помогла одноклассница, с которой Лифанов встречался в старших классах. Девушка порекомендовала юноше попробовать поступить на актерский после школы, так как разглядела в нем талант. Но поначалу Лифанов не воспринял идею всерьез после школьной скамьи, его призвали на флот. Будущая звезда отслужил три года на Дальнем Востоке. Вернувшись домой, Игорь Лифанов решил все-таки попробовать стать актером. Сначала он поехал в Москву, там юноша попытался поступить в Московский театральный институт, но провалил экзамен. В следующем году Лифанов отправился покорять Ленинград, и там ему повезло больше. Экзаменаторы местного театрального приняли харизматичного юношу. Игорь Лифанов окончил обучение в начале 1990-х, после чего молодого актера приняли в труппу БДТ имени Товстаганова. В этот период Лифанов встретил такого же начинающего актера, который в будущем стал его лучшим другом. Речь идет о знаменитом Дмитрии Нагиеве. Десять лет театр оставался основным местом деятельности для Лифанова. Кино было для артиста на втором плане. На тот момент артист уже был дважды женат. С первой супругой однокурсницей из института он прожил всего три месяца. Вторую супругу Татьяну Аптикееву он повстречал после учебы, когда пришел в театр. Пара прожила вместе 13 лет, воспитывая при этом общую дочь Анастасию. Но в начале 2000-х годов и в карьере и в личной жизни Игоря Романовича произошли кардинальные перемены. Он начал активно сниматься в сериалах. А в 2003 году во время съемок в Крыму закрутил роман со студенткой Еленой Косенко. Вторая супруга долго не давала Лифанову развод, но фактически он уже жил с новой возлюбленной, которую он привез в Санкт-Петербург. При этом актер не отказывался помогать в воспитании дочери. Сегодня Игорь Лифанов продолжает активно сниматься в кино и телесериалах. По-прежнему на экране за ним сохраняется образ сильного мужчины, который кого-нибудь да спасает. При этом поклонники его творчества уверены, что артисту отлично даются и комедийные персонажи. Просто режиссеры редко дают ему необычные роли.